Привет всем, у микрофона Хомиш, и сегодня я бы хотел с вами поговорить про 7000 G-Ryzen APU Fenix. Первые гибридные процессоры на Zen 4 архитектуре, которые по плану должны выйти в самом начале следующего 2023 года. Также, как в начале этого показали APU Rembrandt, 6000 G-Ryzen, которые вначале идут по ноутбучному направлению, а уже потом примерно летом по настольному, и уже они очень порадовали своей новой интегрированной RDNA 2 графикой. Также, как и в 2021, в самом начале на той же CES показали APU Cezanne, 5000 G-Ryzen, которые опять же изначально пошли по ноутбучному направлению и летом появились в продаже, ну и точно так же за год до Cezanne были Renoir. В итоге получается так, что именно гибридные процессоры AMD стабильно обновляют каждый год, привнося не то чтобы прям серьезные архитектурные изменения, а скорее добавляя различные оптимизации и поддержку новых интерфейсов. Конкретно архитектура у APU-шек меняется раз в два года, и вот с приходом 7-тысячных процессоров мы получим Zen 4. Она дебютирует во второй половине этого, 2022 года, в начале у обычных настольных Ryzen'ов Raphael. Инженерный образец одного из таких процессоров Лиза Су показывала на CES, а уже потом традиционно на той же выставке, но в начале 2023 года покажут фениксы. Причем в их случае, я думаю, не просто так было выбрано именно такое кодовое имя. Эти процессоры должны завершить революцию по направлению гибридных чипов, а их прямыми конкурентами станут Meteor Lake от Intel, которые получат модульный дизайн и отдельный блок аж на 192 execution units. Это, для примера, в 6 раз больше в сравнении с UHD 770, которая сейчас используется в настольных Older Lake. И чисто теоретически, такая графика будет на уровне супер-версии 1650. Ее уж точно хватит с запасом под Full HD разрешение, и теоретически можно будет поиграть даже в 1440p, то есть в Quad HD. Да, скорее в 30 FPS, но с поддержкой супер-сэмплинга от Intel XE-SS, я думаю, даже и в 60. Просто 1080 будет масштабироваться до Quad HD. Intel обо всем этом объявили еще в 2021 году, и тогда же было запущено производство инженерных чипов по технологии Intel 4. Правда, напомню, тут вам модульный дизайн, из-за чего по итогу только лишь вычислительные ядра будут на интеловских 7 нанометрах. А оставшиеся два кристалла – это графика на 192 Execution Units, построенная по 3 нанометрам от TSMC, и плитка SOC LP с интерфейсами DDR5, PCI Express 5.0, USB 4 и прочими, которая будет либо 5-ти, либо 4-х нанометровая, также по стандартам TSMC. Грубо говоря, на одной подложке у Meteor Lake отдельно будет процессорная часть, отдельно, прямо-таки полноценная графика и отдельно набор интерфейсов. Что очень удобно с точки зрения производства, и все это подтвердили AMD со своими чиплетами еще очень давно, с выходом трехтысячных Ryzen и дальнейшим использованием этой технологии. Почему же я так детально расписываю компоновку Meteor Lake, если мы говорим про Ryzen и Phoenix? Все просто, это нам нужно для понимания, с чем же придется конкурировать AMD, и какой же уровень графики можно ожидать в 7-тысячных гибридных Ryzen. Не поверите, но вся эта история поможет нам понять, почему красная компания сделала такой печальный огрызок, как RX 6500 XT. Да, видеокарта неплохая и просто must-have в эпоху дефицита, но 4 линии PCI-Express, 64-битная шина и меньше вычислительных блоков в сравнении даже с 5500 XT оставляют не самый хороший осадок по итогу. И если бы 6500 XT вышла в нормальное время, то это был бы либо просто обсер, либо ценник на нее поставили бы не более 150 долларов. Да, их название было бы попроще, либо просто RX 6500, либо даже 6400 XT. Наверняка найдутся те, кто скажут, что кристалл Navi 24 нужен был AMD для обкатки 6-нанометровой технологии, но, ребят, не забывайте про 6-тысячные Ryzen и Rembrandt, они ведь тоже 6-нанометровые. На самом деле, одна из причин выпуска RX 6500 XT именно в таком виде, в каком она получилась в итоге, это возможность будущего сравнения с Ryzen'ами Phoenix, где интегражку можно преподносить как аналог полноценной дискретки. Якобы произошла некая революция. Ведь в их случае ожидается либо 16, либо даже 18 Compute Units RDNA второй графики. Да, это при том, что уже в актуальных Ryzen'ах Rembrandt используется графика на 12 CU. И она оказывается вполне себе сопоставима с 1050 Ti и даже недалека от 1650. А вот если интегражку проапгрейдят до вот этих вот 16, либо даже 18 CU, то это будет прямой конкурент RX 6500 XT. Тогда как RX 6400 это, по сути, точно такая же интегражка, как сейчас имеется в Ryzen'ах Rembrandt. В итоге мы получаем ноутбучные процессоры, которые можно ставить в ультрабуки и получать интегрированную графику на уровне RX 6500 XT, который точно хватит для Full HD. И также, как и в случае с Meteor Lake'ами, можно даже засматриваться на 1440p. Бюджетные дискретки просто теряются на фоне таких процессоров. А чуть позже, летом 2023 года, можно ждать и настольные чипы с такой графикой. И никто не говорит, что из продажи пропадет условная GTX 1650 или ее супер-версия. Нет, они и так будут дальше продаваться, ведь многие люди остаются на старых платформах и просто хотят себе купить другую видеокарту. Да и офисные компы никто не отменял. Но если всецело оценивать положение на рынке, то именно после выхода ноутбучных Meteor Lake'ов и Ryzen'ов Phoenix мы получаем прямо-таки гонку вооружений. Интегрированная графика уже не будет настолько печальной. Это в принципе происходит уже сейчас. Даже условной UHD 770 плюс-минус хватает при Full HD, а графика в 6000-х Ryzen'ах просто поражает. Притом ведь в Phoenix'ах еще и обновится архитектура вычислительных ядер. Это будет Zen 4, которая обещает прирост производительности такой же серьезный, как был при переходе от Zen 2 к Zen 3. То есть в районе 20% по IPC. Также не стоит забывать и про 5-нанометровый техпроцесс, и возможность получить полноценные 16-ядерные мобильные процессоры. Да, здесь пока не все так однозначно. Была информация о том, что мы одновременно получим Phoenix Age и Raphael Age, где как раз первые чипы получатся классические 8-ядерные и 16-поточные, а вторые 16-и и 32-х. Но при этом на стороне Phoenix'ов будет очень даже достойная интегрированная графика, а у мобильных Raphael'ов она будет попроще. Судя по всему на 6 Compute Units, но на RDNA 2 архитектуре. То есть это все равно будет лучше, чем сейчас у Vega 8, в том же 5800H или 5700G. Причем точно такая же интегрированная графика ожидается и в настольных Ryzen'ах Raphael'е на AM5 платформе, которую мы увидим уже во второй половине этого года. Это такие же 6 Compute Units, как вы видите, например, в младшем Ryzen 5 6600H. Тестов пока что нет, но она точно не хуже восьмой Vega из 5800H. Теперь я думаю вы поняли, почему я говорил о символизме выбранного кодового имени будущих 7000G Ryzen'ов. Phoenix – символ перерождения. Грядущие APU-шки должны полностью изменить наше понимание об интегрированной графике и как бы переродиться. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайки, если вам понравился видос и обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok